Что общего у совести Владимира Путина, Лохнесского чудовища и российских красных линий? Их никто не видел. В очередной раз решил опозориться глава МИДа России Сергей Лавров. Недавно некоторые предполагали, что может быть он мертв. Но нет, он оказался живее всех живых, к своему же большому сожалению. Он выступил и рассказал, что российские красные линии это не шутка. И американцы знают, где они проходят. Я не шучу, он правда это сказал, давайте посмотрим. Уже устал комментировать, потому что я не удивлюсь ничему. Американцы уже перевалили за тот порог, который сами для себя обозначали. Их подзуживают. И Зеленский, конечно же, это видит и пользуется этим. Но они должны понимать, что тут шутят про наши красные линии. Не надо шутить про наши красные линии. И они прекрасно знают, где они проходят. И естественно, он стал настоящим посмешищем. Нет, даже не для Украины. И не для Запада. И не для противных вонючих либералов. Он стал посмешищем для Z-каналов. Для Z-блогеров. Потому что Z-блогеры, конечно, устали от рассказов про красные линии. Я напомню, красными линиями в свое время являлась даже поставка Хаймарсов в Украину. А теперь в Украину поставляются от АКМС. А украинские войска контролируют 1300 квадратных километров Курской области. С перспективой захватить еще 700. Это все происходит прямо здесь и сейчас. А российские красные линии так и не удалось перейти. Где же они прочерчены? И в чем проблема постоянного их упоминания? Рассказывают как раз Z-блогеры. Но на самом деле это действительно очень возмущает Z-каналы. Потому что шутки шутками. Но это показывает абсолютную беспомощность российского какого-либо стейтмента. То есть, с одной стороны, вы пытаетесь грозить всему миру. Рассказываете, какие у вас великие планы и так далее. И пытаетесь использовать стратегию запугивания. Потому что в любой момент, если в какой-то из дней Запад решит, что все. Россия блефовала по поводу своих угроз. То в Украину хлынет оружие в таком количестве. В котором Россия просто не сможет ничего этому противопоставить. Если хотя бы Америка возьмет все Абрамсы, которые она никогда не будет использовать. Там тысячи Абрамсов передаст в Украине. Или стоящие без дела истребители. То, скажем так, война пойдет гораздо быстрее. И совершенно не в ту сторону, в которую хотелось бы Россия. Если Америка даст постоянные поставки дальнобойных ракет с разрешением бить по российской территории. То опять же у России такая наступит интересная жизнь, что мало не покажется. И в этом зетники видят для себя угрозу. Потому что все рассказы о красных линиях не воплощаются ни во что, кроме громких заявлений. Ну а теперь давайте ознакомимся, собственно, с тем, что они рассказывают. Вот что, например, пишет злой журналист. Лавров о возможных поставках США дальнобойных ракет Украине. Не надо шутить с нашими красными линиями. Американцы знают, где они проходят. А нам задает он вопрос. Расскажете, где? Ну, чтобы люди были готовы. Мы ведь раньше думали, атаки на территорию России красные линии. Оказалось, нет. Нам же надо к чему-то быть готовыми, задается вопрос. Вопросом злой журналист. Живов зет забавляет. Сергей Лавров вновь ворвался в повестку со знаменитыми красными линиями. Недавно рассматривал на карте России, искал их. Видел пунктир в Истринском районе Подмосковья и твердые красные линии по Уралу. А вообще уже стыдно употреблять этот термин. Только людей злит. По скриптам нельзя шутить с тем, чего нет. Два майора сокрушаются. Лавров о возможных поставках США дальнобойных ракет Украине. Не надо шутить с нашими красными линиями. Американцы знают, где они проходят. Цитируют они. А дальше добавляют. Специально, что ли, этот термин ему подсунули в текст? Мягко спрашивают они. Зерада пишет. Лавров о возможных поставках США дальнобойных ракет. Не надо шутить с красными линиями. Раньше красные линии пишут, они назывались. Поставки танков, самолетов, потом удары по территории России. Теперь Лавров просто говорит, что американцы знают. Сегодня будет много мемов в сети насчет красных линий. Пишет Зерада. И они совершенно не ошиблись. Зергулио комментирует следующим образом заявление Лаврова о возможных поставках США дальнобойных ракет Украине. РФ предупреждает страны НАТО о незамедлительном и крайне болезненном ответе в случае новых террористических шагов Киева. Цитирует он Марию Захарову. Неделя рисования красных линий объявляется открытой, подчеркивает он. В принципе, насчет поставок дальнобойных ракет Джасом Украине можно не гадать. Их поставят. Потому что ни одна из угроз, начиная с судного дня от Медведева, за удары по Крыму, не реализована. Плюс если США играют в рассуждения о поставках оружия, оно уже поставлено. На Донбассе фронт ВСУ разваливается. В Курской области продвижение ноль. Остается только террор, для чего эти ракеты и предназначены. Террор, по его мнению, заключается в том, что ракеты бьют по российским аэродромам и уничтожают российских военных. Правда, что там разваливается на Донбассе, на данный момент времени понятно не до конца. А как российские успехи с освобождением в Курской области, я рассказывал вчера. Черный полковник Виктор Алкс не спишет. США не стоит шутить с российскими красными линиями. Цитирует он в очередной раз Сергея Лаврова, который комментировал сообщение СМИ о возможных поставках этих дальнобойных ракет. Неужели Сергей Викторович не понимает, как он выглядит со своим упоминанием красных линий, задается он вопросом. Ведь эти красные линии с февраля 22 года многократно передвигались. Что порой приходится думать об их нумерации. Красная линия номер 1, красная линия номер 48, красная линия номер 73 и так далее. В этой связи вспоминаются китайские последние решительные предупреждения 60-х годов. Последние решительные предупреждения номер 328, вспоминает он. Империя очень зла, пишет. Лавров потребовал ввести статью за дискредитацию красных линий. Скориков, он же ультраправильный. Вашингтону известно о красных линиях Москвы, не следует шутить с ними, цитирует он Лаврова. А Донецку, Курску, Белгороду, Крымскому мосту, Херсону, Изюму известно, задается он вопросом. Хватит уже употреблять это выражение, требует Z-канал. Охранитель пишет следующее. Господину Лаврову стоит напомнить, сколько раз в 2022 года МИД, другие высокопоставленные лица их обозначали. И что? Поэтому все уже открыты, что в России, что за границей ржут над нашими линиями. О них не надо говорить, когда стоит просто решительно действовать. Русские грамоты вставляют пять своих копеек, рассказывая историю того, как МИД рисовал красные линии. 4 сентября 24-го. Министр Лавров. Они должны понимать про наши красные линии, надо шутить про наши красные линии. Они прекрасно знают, где они проходят. 16 июля 24-го года. Замминистр Рябков. Я не сторонник проводить красные линии, тем более обсуждать, где эти красные линии проходят. Не потому, что у нас в Чернильнице не осталось красных чернил, а просто по причине того, что ситуация настолько многосложна и комплексна, что самим себе устанавливать некие рамки допустимого и потенциально возможного с точки зрения противодействия антироссийскому курсу едва ли правильно. Лучше больше дела, меньше разговоров. Красные чернила в Чернильнице, конечно, есть. Не обязательно этой группе показывать какие-то линии. 17 мая 24-го года. Рябков. Россия отложит в сторону тему красных линий в сторону и будет зеркально отвечать Западу в вопросах ядерных угроз. 20 октября, 23-го. Вопрос СМИ. Что у нас сейчас происходит по украинскому треку? Что вы можете сказать про АТКМС, про красные бурые линии? Министр Лавров. Тружно уже что-то добавить. Могу только подтвердить наши оценки, заключающиеся в необходимости немедленно прекратить подпитку киевского режима и договариваться. 25 января, а 23-го года. Неназванный представитель МИД РФ. Идет гибридная война против нашей страны, о чем буквально недавно подробно говорил министр Сергей Лавров. Рассуждения о красных линиях остались в прошлом. 24 января 2023-го. Зампост преда РФ в ООН Полянский. Мы посылаем все больше сигналов, показывающих, что некоторые красные линии были пересечены. Но, возможно, наиболее красные линии еще не пересечены. 23 января 2023-го. Министр Лавров в США публично заявляет, что те, кто сотрудничает с Россией, пожалеют. Угрожая и оказывая давление, США, да и англичане тоже переходят все красные линии. 11 октября 2022-го года. Посол РФ США Антонов. Призываем США и их союзников не пересекать красных линий, к которым они вплотную приблизились. Перестать накачивать Киев смертоносными вооружениями. 9 октября 2022-го года. Директор 2-го департамента СНГ МИД РФ Полищук. Что касается так называемых красных линий, то мы их уже обозначили. Это прежде всего поставки Киева дальнобойных или более мощных средств поражения. 15 сентября 2022-го. Замминистр Рябков. Сначала прокомментирую то, что прозвучало в вашем вопросе в плане поставки, постановки под сомнение того, что у нас вообще существуют какие-либо красные линии. Элементом нашей позиции было предупреждение о том, что отсутствие готовности страны Запада двинуться навстречу нашим ключевым требованиям будет означать пересечение определенной красной черты. Я думаю, сегодня в мире найдется мало людей, готовых оспорить тот факт, что когда пересечение этой красной черты реально состоялось, наступили последствия, о которых мы тоже предупреждали. Посылали сигналы о том, что ответ будет военно-техническим, но в которые мало кто верил на Западе, рассчитывая на то, что Россия пойдет на попятную, проявит слабость. Этого не произошло. 22 августа 2022-го года. Замминистр Рябков. Инструктивный курс стран НАТО на игнорирование наших красных линий, втягивание в противостояние с Россией на Украине с балансированием на грани прямого вооруженного конфликта является в высшей степени рискованным, говорил он тогда. Короче говоря, и это даже без упоминания Медведева, без упоминания Путина, без упоминания Захаровой, как вы видите, красные линии, постоянно заявлялись и никогда не соблюдались. Борис Рожжин в своем Z-канале Комилл Клэст пишет, пишу еще с 22-го года, все, что лежит ниже порога применения ядерного оружия, может и будет применено на Украине по ядерному оружию, пока вопросы, пишет он. Севастьянов, казачий дневник. Лавров, не надо шутить с нашими красными линиями, американцы знают, где они проходят. Это о возможных поставках дальнобойных ракет Украины комментировать, только портить, но если серьезно, то не разделяю оптимизма тех, кто верит, что Киеву не дадут разрешение на удары дальнобойными западными ракетами в глубину старой российской территории. Глубину это условно дальше Белгорода и Курска, в том числе по Москве. Обосновываются такие прогнозы по-разному, в том числе недовольством Вашингтона операции ВСУ в Курске, о чем, конечно же, сообщают некие секретные источники. И хорошо, когда эксперты свои источники просто придумывают хуже, когда они на полном серьезе ссылаются на псевдо-украинские помойки вроде резидента. Ни секунды не сомневаюсь, что рамочное разрешение на глубокий удар уже получено, и дело за согласованием целей. Уверен, что попытки таких ударов увидим уже в этом году, в том числе по Москве. Серьезный ущерб противнику здесь не нужен, нужна картинка, и он постарается ее обеспечить. Другими словами, важно не куда прилетит, а докуда. Страха у них нет, иначе не пытались бы прицеливаться по сочинской резиденции президента. Они пытались, будут пытаться снова. Не верит он гарантиям Лаврова. Тринадцатый пишет. Да я тоже знаю, где они проходят. Строго помежду... ...поношенных трусов наших государеуправителей, и оттенок у них ближе к коричневым. Фу... Вам самим там не смешно? Мне лично давно нет. Пишет наш любимый тринадцатый. У-у-у, красные линии! Отсылка к кинофильму «Не валяй, дурака, Америка». Зет-канал сын и монархи добавляют свои комментарии к слаженным мечтам других зетников. Фантазер ты меня называла. Должен быть предупредительный выстрел в воздух. Например, над Пентагоном разрешается боеприпас с электромагнитным излучением, и вся электрика там вырубается. А дальше говорим, следующий будет ядерный. Этот бред несет человек, которого до сих пор таскают на радио ТВ, как военного эксперта. Накануне и в начале СВО Ленков нам рассказывал, что не надо бы ПЛА развивать. Наша ПВО их пачками может сбивать, чуть ли не из рогатки. Теперь продолжает нести бред на другие темы. Предлагает вот над Пентагоном разрядить некий электромагнитный боеприпас, чтобы принизить Запад, уважать наши красные линии. Во-первых, почему над Пентагоном, а не над Лондоном и Парижем? Выносить Россию до Талова хочет Франко Германия и Бриташка, а с американцами после возможной победы Трампа в ноябре можно нащупать общие темы для разговора. Во-вторых, Ленков не понимает, что какой бы наш боеприпас не пересек границу США, у нас в обратку, скорее всего, полетит американская ядерка. В-третьих, откуда он взял чудесный электромагнитный боеприпас, и почему мы не используем его в Украине? Такими экспертам, как Ленков, надо фэнтези сочинять, а не с умным видом выдавать военную аналитику. В ней он ни черта не смыслит. Реа Катюша. Пресс-секретарь всей Руси Дмитрий Песков наконец-то ответил, что Россия намерена предпринять на удары по нашим городам, натовскими ракетами. «Москва учитывает, что Украина будет наносить удары американским дальнобойным оружием вглубь территории РФ», заявил он. «И сейчас по территории России наносятся удары постоянно вооружениями американского производства. Очевидно, что украинцы будут это делать. Это все учитывается нашей стороной», сказал Песков журналистам на ВЭФ. Что означает понятие «учитывается» Песков не пояснил. Что тут сказать, кроме «спасибо за честность» и то, что он не стал чертить новые красные линии, подбивая Киев и их немедленно перейти. Что означает «учитываться» — это оно и означает. Мы будем считать эти удары, нанося в ответ удары по Украине. Но разговоры про ответ тем, кому на Украину плевать и важно нанести больше вреда России, можно прекращать. Россия не будет отвечать НАТО ни на какую эскалацию, ни на ракетные удары по городам, ни на вооруженных орд, идущих на наши земли в набег, ни на удары по пляжам с отдыхающими. Она будет учитывать. Да, мы как радикальные патриоты с этим не согласны, потому что такая позиция лишь позволит врагу чувствовать свою безнаказанность, и, как писал Шурыгин и наш Евгений Андрущенко, приведет лишь к одному — поставкам более мощного летального и дальнобойного оружия. Сейчас как раз идут переговоры с США на поставку крылатых ракет большей дальности «Джасом», которые могут быть включены в пакет помощи Украине уже этой осенью, пишет Рейтер. США уже близки к такому решению. В данный момент происходит интеграция данных ракет перед передачей на вооружение Украине. Дальность — 370 км в час, боевая часть — 450 кг. Запуск их из точек вблизи северной границы Украины с Россией может позволить им поражать военные объекты вплоть до российских городов — Воронеж, Орел, Смоленск, Краснодарский край и Брянск. Честно говоря, мы не знаем, почему США после обозначения нашей позиции по готовности к возобновлению переговоров после освобождения Курской области и слов Пескова должны отказать Украине и себе возможности уничтожать нашу промышленность, энергетику, инфраструктуру и мосты, просто выбивая конкурента в чипае вместо шахмат. Когда им еще представится такой шанс, особенно перед выборами с учетом все более близкого финансового кризиса, который многие с той стороны намерены решить за счет еще одного разграбления России. Интересно, кстати, когда Америка грабила Россию в первый раз. С другой стороны, Кремль продолжает действовать в уже привычной парадигме, где война не главное. Главное — сохранение стабильности и картинки нормальной жизни в обществе, картинки, что ничего страшного не происходит, и война — это фон в приграничье, а в остальном все как было в 2020. Кто прав, кремлевские политтехнологи или мы увидим уже в ближайшие месяцы, пишут они. Ну, кстати, что увидят, не уверен, потому что все больше ограничений вводится для блогеров. Вы, наверное, видели всякие заманухи от Роскомнадзора. Они хотят запретить и Z-каналы, почти никак. Они не хотят запретить, они хотят сделать их подотчетными. Естественно, часть Z-каналов не будет это делать. И что дальше будет происходить? Будут ли блокировать Телеграм или нет? Непонятно. Но в любом случае мы видим тотальное замедление Ютуба, попытку это сделать. Мы видим намерение заблокировать его в ближайшие месяцы. Герман Клименко говорит через 3-5 месяцев. И ставит разумный вопрос, а как продолжать читать то, что мы хотим, смотреть то, что мы хотим и так далее. Независимо от позиций государств, в рамках которых мы находимся, потому что в других странах тоже что-то блокируется. Ответ довольно простой. Да, вы угадали, это рекламная интеграция. Но рекламная интеграция не чего-то абстрактного, а моего VPN, который я сам делаю, за который я отвечаю перед вами. Это быстрый, надежный и очень простой VPN. Вы можете поставить его себе, своим родным, можете поставить его вообще куда угодно, и он будет обходить все блокировки. Оплатить его вы можете иностранной картой, для этого заходите на лендинг, вот QR-код, отсканировав который вы можете туда попасть. Или вы можете, если у вас российская карта, оплатите по ней. Уже нет такой проблемы. Это, на самом деле, единственный способ поддержать меня из России. И вот QR-код для Telegram-бота, где вы можете оплатить российской картой. В общем, пользуйтесь, делитесь вашими впечатлениями, будем его всячески развивать, будем его делать лучше. Это будет возможно благодаря тому, что вы будете им пользоваться. И это также поддержка для моего канала, потому что я не хочу рекламировать какие-то чужие проекты. Более того, я вижу, как другие блогеры берут вообще все подряд, там какие-то скамерские проекты и так далее. Я решил, что лучше я сделаю полезный продукт, который будет в том числе вам полезен. VPN полезен абсолютно всегда. И, собственно, это и будет во многом поддержка моего канала. Поэтому спасибо всем, кто приобретает VPN. Если еще нет, ссылочки в описании, QR-коды вы видели. Ну а мы продолжаем. Зедканал Прямое Действие Зед пишет. Новую порцию красных линий подвезли. По террористе ли хватит? Будет уже. Ну пожалуйста, пишут они. Позывной осетин делится своим видением. Почему даже Вашингтону известно о красных линиях, а народу России нет, вопрошает он в пустоту. Алекс Паркер Ретурнс добавляет. Движение 40-40 подключилось к обсуждению. Очень противоречивый ответ Сергея Лаврова на вопрос Павла Зарубина, пишут они. Сначала он говорит, американцы уже перевалили за этот порог, который сами для себя обозначили. И тут же, через несколько секунд, он произносит. Они должны понимать, что тут шутят про наши красные линии. Не надо шутить про наши красные линии, они прекрасно знают, где они проходят. Сергей Викторович, так про наши красные линии шутят уже по всему миру. Только нашему народу от этих шуток лучше не становятся, и гибнут люди. Разве оккупация части Курской области, осуществленной на американской технике, с американским оружием, с американской поддержкой разведки и космической связи, в результате которой были расстреляны мирные граждане, а многие взяты в заложники, это не красные линии для России. Разве уже поставленные в Украину, как выяснилось, самолеты Ф-16, которые могут нести ядерное оружие и ракеты большей дальности, это не красные линии. Ковровые бомбардировки мирного Белгорода, кассетными боеприпасами с применением американского оружия, это не красные линии. Тогда нам может обозначить, где эти красные линии, чтобы люди, входящие в зону поражения ракет радиусом до 900 километров с возможностью ядерных боезарядов, в том числе и московского густонаселенного региона, начнут уже эвакуироваться заранее, чтобы не попасть, как белгородцы и куряне. Задается вопросом 40-40. Донорев пишет, «Я бы дал хороший совет нашим вождям, но они его не услышат». «Не говорите красные линии, и будет вам счастье», пишут они с иронией. По крайней мере, ставят хэштег «Ройная». Веру Мрегну. Пофантазировали на тему, как бы выглядел логотип софт-информбюро в нынешние времена. Долго спорили о красных линиях, в итоге добавили несколько вариантов на все случаи жизни. Ватфор. Автострадный фингтэнк. Поскольку сегодня будет много петросянства насчет красных линий шириной с Россию, поясним, что имеется в виду. Единственная реальная красная линия, которая существует между нами и Западом, а конкретнее между Москвой и Вашингтоном, это действия, которые вынудят оппонента прибегнуть к резкой эскалации. Базовая стратегия, которая более-неволей придерживается и Кремль, и Белый дом, это воевать на полчаса. Почему так, мы много раз объясняли. Нам важно не убиться об Украину, а Западу важно не убиться об нас. Вероятность и того, и другого в случае эскалации резко возрастает. Перспектива становится непредсказуемой, а это даже без учета ядерного фактора, ни Россия, ни США реально не хотят эскалации, а стремятся сохранить конфликт в нынешних рамках. Это как в басне про змею и черепаху. Если одна сторона делает резкое движение, второй придется реагировать с тяжелыми последствиями для себя. Для нас эскалация означает мобилизацию фронта и тыла, а это смертельно опасно для государства. До Запада эскалация означает прямое вмешательство в конфликт без гарантии успеха, зато с гарантиями тяжелых потерь и в перспективе обмена ядерными ударами. России удалось навязать противнику войну на истощение. Это нехорошо, это меньше из двух зол. Но так или иначе, мы сохраняем за собой инициативу. Больше шансов на успех, чем любая другая. Обе стороны ищут способ как-то поднять ставки без того, чтобы противник резко эскалировал. Мы бьем по украинской энергетике, мы давим бомбами артиллерии на фронте в целом, мы действуем достаточно последовательно и результативно. Противник же ищет способ сломать нам эту игру, увеличив для нас издержки, но при этом сохранив конфликт в нынешних рамках. Есть мнение, что удары дальнобойными ракетами по старой территории России — это единственная реальная договоренность, которая есть между Путиным и Байденом. Не потому, что такие удары что-то меняют, а потому, что это вешка, к которой можно хоть как-то привязать все сказанное выше. Это единственный ориентир, в более-менее одинаковом восприятии которого противники хоть как-то уверены. Значит ли это, что джамсы и скальпы не полетят по Москве? Нет, не значит. Во-первых, в Белом доме грядет пересменка, а во-вторых, фундаментальный фактор нежелания эскалации никуда не денется, и новая метла в Вашингтоне может прощупать решимость Москвы, утрёмся или нет. Значит ли это, что после того, как по Москве полетят джамсы и скальпы, Москва снова это проглотит, как проглотило уже много чего? Нет, не значит. Реакция Москвы будет зависеть от того, выбьет ли это у нас из рук инициативу, сломает ли нам нашу игру или нет. Если Путин почувствует, что ход конфликта меняется не в нашу пользу, он пойдёт на эскалацию, мобилизационную или в формате ядерного кризиса. Например, начав с ответных ударов по странам НАТО, влажно мечтает этот Z-канал. Но если всё это окажется очередной вандервафлей, которая мало что меняет на фронте, Путин продолжит воевать, как сейчас, под вопли всетревожных патриотов. Очень интересный анализ был бы, если бы речь не шла о том, что в Курской области стоят украинские войска, а Россия пытается наступать уже два с половиной года, но не захватила даже Донецкую область. Поэтому если у Путина есть какой-то план, то как минимум это не похоже на план, связанный с инициативой и успехами на фронте, потому что успехов на фронте особо не наблюдается, по крайней мере в тех масштабах, которые могли бы перекрыть успехи Украины. Ну в общем, видите, в конце я попытался найти хоть кого-то, кто верит в красные линии. Ни один Z-канал действительно нашелся, но все остальные гоготали вообще, не сковывали себя в выражениях, ставя слова Лаврова, мягко скажем, под сомнение, а по факту превратив его в посмешище. Как и вся российская политика красных линий, все они были пересечены. Пересекать их нужно быстрее, потому что их не существует. Россия воюет всем, чем может. Кто бы там что ни говорил, Россия не проводит дальше мобилизацию, потому что Путин настолько много негатива получил от первой волны мобилизации, что он боится проводить еще одно, хотя постоянно военное руководство говорит, что нам надо, нам надо, нужны солдаты, не хватает солдат. И поэтому Россия воюет всем, чем может. И ничего эскалировать не может. Может, наверное, запустить ядерную ракету, но для этого недостаточно не то, что даже воли, а просто здравого смысла. Точнее, его-то как раз достаточно. Потому что ядерная ракета ничего не поменяет. Но после запуска первой же ядерной ракеты, как только она начнет покидать шахту, что российская армия узнает, что такое воевать с НАТО. И ей это не понравится, потому что сейчас российская армия воюет не с НАТО, а с Украиной, которой очень-очень скромные поставки некоторые страны Запада передают. Ну вот такой посмешший Лавров, он пока не умер. А это значит, придется сидеть. И сидеть долго, пока, собственно, и не умрет. А с вами был Майкл Наки, и до скорой встречи. Всего доброго. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok